Жители молитвки, каждый раз проходя мимо, недоумевали, как можно было запустить такое здание. В 80-х годах строение из красного кирпича и вовсе забросили, но буквально недавно все изменилось. Два года назад, вот это здание, когда мы здесь стояли первый раз, Владыка Георгий, потому что только с его решимостью, верой, можно было взять такие стены, сказал, пока я понимаю, что у нас нет средств на это, я верю, что Господь даст и людей, и средства. С межсотики точки зрения мы пускаемся в авантюру, но я верю, что для района это нужно, для района это важно. Я верю, что здесь будет храм, здесь будет гимназия. Храм осветили в декабре 2017-го, 1 сентября этого года в своей двери распахнет и гимназия. Женя именно сюда планирует пойти в первый класс через год. Богородицу, дем радости, благодать, Твои, Господь с собой. Благословенный? Благословенный, Господь с собой. Утро учащихся будет начинаться именно здесь, с молитвы в храме. Дальше дети спустятся на этаж ниже и продолжат обучение уже в привычных всем классах. Их 8, и все они оборудованы по самым современным стандартам образования. Основная работа, конечно, обучать детей, как в обычной школе, да, в грамоте. Также мы в духе православия обучаем, читаем молитвы, молимся, соблюдаем посты. Очень детей добру, терпимости. Вообще попасть в православную гимназию не так-то просто. Необходимо сначала пройти школу будущего первоклассника, а затем собеседование. Пока что набрали 62 ребенка. Все они первоклассники и второклассники. Расписание, кстати, уже есть. В дальнейшем при гимназии откроется среднее и высшее образовательное звено. Это школа полного дня. Что это значит? Это значит, что родители имеют возможность бесплатно, и подчеркиваю это, бесплатно, оставлять ребенка до 6 часов. Ученик на выбор сможет заниматься в спортивной секции, рисованием, изучать иностранные языки. Общепринятые предметы гармонично сочетаются с церковно-славянским языком, основами православной веры и церковным пением. Содержание образования строится по федеральным государственным образовательным стандартам. В связи с чем мы обязаны и получаем лицензию на право введения образовательной деятельности, все православные гимназии выдают документы об окончании образовательного учреждения государственного образца. 1 сентября дети придут сюда на торжественную линейку, а 3-го они займут свои места в ученических классах. 1 сентября дети придут сюда на торжественную линейку. 2 сентября дети придут сюда на торжественную линейку.